День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Продолжаем работу в прямом эфире. Два эксперта, я думаю, хорошо вам известны по вопросам безопасности. Это Карлис Креслинич и Раймон Трубловский. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Ну вот иногда жизнь, может быть, предлагает нам разные такие вызовы, которых мы, может быть, раньше и не знали. Ну, к примеру, сейчас у всех на слуху ситуация с беженцами на белорусско-литовской границе. Мы знаем, что новый министр внутренних дел издавал распоряжение для усиления контроля на границе Белоруссии и Латвии, видимо, ожидает поток беженцев. Чуть-чуть, может, поясните. Вот многие радиослушатели тоже у меня спрашивали, откуда берутся эти беженцы, как они вообще попадают в Белоруссию, поскольку, я так понимаю, там кого только нет. И жители Ирака, и ретрийцы, и кого там только нет. Нет, не знаю, может быть, правильность. Хорошо. Хорошо. Я года три назад как-то была организацией Universal Peace Federation, универсальная федерация мира, и выступал в парламенте в Лондоне. И как раз этот вопрос тоже был актуален, но тогда шло с Турции в Европу, вот тоже беженц там называют. И тогда моё выступление, суть была в том, что надо отличать всё-таки беженцы или люди, которые ищут лучшей жизни. Я тогда предлагал, тоже говорю, беженцы – это тогда, когда, ну, примерно, завоевали страну, страны уже такой нет. Да. Ну, тогда вот беженцы, ладно, кто-то куда-то… Или какая-то военная ситуация. Какая-то военная ситуация. Бегут от бомбёжек, да. Да. А так, в принципе, конечно, в каждой стране люди, которые живут, особенно вот, когда в то время мы смотрели, приходят кто молодые, мужчины и так далее, надо же думать, как воевать, может, в своей стране и устанавливать порядок, какой вы хотите. Это, так сказать, одна сторона. Вторая сторона, что это бизнес. Бизнес для тех людей, даже которые специально иногда организовывают. Но я больше не сейчас, я меньше, может, про Белоруссию знаю, но я говорю про тот случай. Когда это миллиардный бизнес, что люди организуют, как перевозить, обещают. Понятно, в Европе намного лучше, и когда в то время Германия Меркель сказала, скажет, открыто, пожалуйста, приходите. Я говорю, в то время, это было несколько лет назад. Приходите, и все знают, что такое Европе, что тут хорошо. И тогда, конечно, хлынул этот поток. Но сейчас, конечно, ситуация там изменилась. Если взять ситуацию сейчас с Белоруссией, то элементы эти тоже могут быть, что я говорю, есть в этих странах, откуда приходят эти люди, конечно, у них жизненный уровень хуже. Знают, не понаслышке, что в Европе, конечно, жизненный уровень лучше. Понятно. И очень возможно, я тут сейчас не имею таких данных, как в прошлый раз, что, в принципе, тоже есть организации, которые этому способствуют и на этом зарабатывают. Они платят, чтобы помогли перейти, перебраться и так далее. То есть, тут такое комбинировано. И, значит, эта ситуация, этот конфликт между Белоруссией, скажем, и нашими, Балтийскими странами и так далее, но это дополнительный стимул, как в свое время Турция сказала, ну и все, мы открываем границы, если Европейский Союз так ведет. Ну, так же и Лукашенко. Ну, я думаю, что это абсолютно, скажем так, ситуация не новая. Как уже Карлес говорил, что президент Турции Эрдоган много раз уже говорил, что у него 3 или 4 миллиона беженцев. Пожалуйста. На любой момент может это сделать. Да, поделиться. И как-то оно так мимолетом прошло, что недавно Евросоюз опять решил все-таки выделить несколько миллиардов Турции на содержание беженцев. Да, кстати, эта новость прошла незамеченно. На самом деле, это такой был очень важный момент. Да. Ну, она специально прошла незамеченно. Потому что это нам говорит об одном, что, в принципе, Евросоюз, ну, он в большой мере зависит от того, какие решения будут приниматься в Турции. Что же касается Республики Беларусь, то, ну, очевидно, что Беларусь до этого момента, ну, успешно, как бы, разбиралась с ситуацией с беженцами. Почему? Потому что, ну, все-таки, там этот контроль был поставлен, я думаю, неплохо, учет и контроль. Но тут, наверное, у президента Лукашенко встал такой вопрос, а зачем он должен самоохранять благополучие Европы, если у него вот такой конфликт с Европой. Ну, и тогда вот, получайте, пожалуйста, вам. Оберя во внимание, что Литва – это не Германия, и даже, скажем, там 5 или 10 тысяч беженцев, если перейдут границу, то это уже, я думаю, будет очень большая проблема для национальной безопасности. Потому что, во-первых, этих людей надо кормить, поить, охранять. Есть даже языковой барьер, вообще непонятно. Ну, языковой барьер – это однозначно. То есть, это большинство, это самое, этих людей, они из Афганистана, они из Ирака, они из, скажем, Сирии. То есть, это арабские, это… Фарси, да. Фарси – это языки, у которых, ну, практически применения нет, и, я думаю, людей, которые могут разговаривать, нет. Во-вторых, мы уже знаем, что был уже небольшой бунт в конце июня уже в Литве. То есть, это было в самом начале. Если это будет продолжаться, это наплыв беженцев, то встанет вот все эти вопросы. Где их размещать, куда их размещать. Это будет ясно, что муниципалитеты Литвы будут открещиваться от этого, ну, только не у меня. Дело, конечно, хорошее, знаете, как всегда говорят, права человека, все очень… Ну, только не у меня. Ну, только не у меня, да, пожалуйста. Реформа, но только не у меня. Да, реформа, но и не у меня, да. Вот это всегда такой посыл. Поэтому, конечно, в литовском случае они не могут аккумулировать там несколько тысяч или десятки тысяч людей. И это сразу будет, ну, огромной проблемой для литовцев. И беря внимание, что если мы просто смотрим географию, что литовско-белорусская граница, это не латвийско-белорусская, все-таки наша граница с Белоруссией все-таки, ну, гораздо меньше. А у литовцев она очень обширная. Сотни километров, да? Да, сотни километров. Сотни километров. Да, сотни километров. Ну, вот и там, как бы, география тоже позволяет. Там все лесополоса и все такое. Плюс, да, местные жители тоже знают, как обойти, что. Трупы местные, да. И со стороны, скажем, беженцев, да, и белорусов. Ну, вы хотели Европу, вот она. Вот бугорок, вот Европа. То есть Литва или Латвия или там Германия, это не важно. А с Латвии вы попадете, ну, там, в Швецию или в Германию. Поэтому, я думаю, Лукашенко окончательно понял и принял ряд решений на разрыв отношений с Европой. То есть он закончил свою, вот, самая, бытность в программе этого добрососедства европейского. Он, значит, восточное партнерство. Восточное партнерство, совершенно верно. Он закрыл разные там институты ГИЛТ и остальные, которые, как он видит, проводники, скажем, европейского какого-то там, ну, информационной. Да. Нет ли в этом ошибки самого Европейского Союза? Не в смысле, что там Европейский Союз даже будет сказать, что Лукашенко вообще молодец, прекрасный. Я не про это. Я имею в виду, что надо же было все взвесить за и против, потому что фактически Европейский Союз говорит, что вот у Белоруссии, мы же понимаем, что до недавнего времени он пытался проводить такую интересную политику, да, и с Россией, получая энергоресурсы дешевые, и с Западом, поставляя там какие-то свои товары, калийные удобрения. Теперь, когда фактически Запад для него закрылся, то есть сам Запад говорит, ну, объединяйтесь с Россией, создавайте. То есть нет, не кажется ли вам, Карли, что здесь, ну, мягко говоря, не было все вот эти за и против взвешены? Притом, насколько я понимаю, Белоруссия никогда, ну, может быть, я ошибаюсь, никогда против Латвии, Литвы и Эстонии не делала никаких политических заявлений, да, вот если там с Москвой постоянно, там, у Риги есть какие-то там дипломатические нюансы, скажем так, да, то Белоруссия в этом плане вела себя достаточно тихо. В принципе, конечно, через некоторое время анализ провести легче, чем когда в текущей ситуации сказать. Ситуация с Белоруссией, что как происходило, это довольно интересно. Белоруссия же не признала и Крым, когда в России, да. Белоруссия сказала, и Лукашенко в свое время говорил, если я бы Украиной руководил, я бы не допустил, и мы стояли, то есть он так резко довольно выступал. Дальше, когда на выборы президента ситуация шла, он же тоже организовал, что Россия собирается нелегально кого-то поддержать, чтобы стал президентом. Он, возможно, так и считал. Но когда он настолько проиграл реально, и все эти результаты получились такие, как получились, что весь мир сказал, подождите, ну тут же уже признайтесь, что он стал президентом, уже не очень-то подходит. И тогда, конечно, ему не оставалось особого выбора. Если Запад, ну а Запад тоже вынужден, что там было сначала мирные, все эти протесты потом все сильнее-сильнее зажимали, и Россия как бы поддержала, но все те, которые были кандидаты, никто не говорил негативное про Россию. Все как бы, если мы пройдём в президенты, или все, которые были против Лукашенко, но они ни слова практически не говорили, я не беру какие-то исключения, но в принципе они все положительно относились к России. Ну и Лукашенко попал в эту ситуацию, начиная с теми, что он, и военные, что вот хотели захватить власть, то тут приехали, это вагнеровцы и так далее, хотя там была история, она более сложная. Но в принципе Европа находилась в такой ситуации, что среагировать и правильно всю эту ситуацию оценить, и как делать, тут не смогли, может быть, и не сделали, и не проанализировали до конца, потому что получилось так, как получилось, а сейчас, конечно, Лукашенко вынужден быть более в тесной связи с Россией, это одно, и с другой стороны, что он сумел как бы всю эту оппозицию подавить, это почти как примеры для России, есть и России, чтобы поучиться, как это делается, и как бы эти даже мирные все протесты, которые в Белоруссии были там, не было никаких, что машины жгли или магазины бомбили и так далее, были очень мирные. Но постепенно он поставил всех, зажал, противника убрал, и это было и предыдущие выборы, это не было только вот сейчас выборы были. И предыдущие выборы, когда были президента, многие исчезли, многие попали в тюрьму и так далее. То есть, какие-то выводы вовремя сделать, Европейский Союз тоже не сделал. Потому что вот эта ситуация, вообще эти ситуации, конечно, если брать, вот мы в дискуссии участвуем с Раймондом, что в мире очень много есть ситуаций, где нет нормативной базы, нормативной, международной, как поступать, как вот реально поступать, чтобы все это признали. Вот это остаётся такой. Мне всегда умыляет, скажем, когда говорят, не проанализировали, не поняли. То есть, организация, которая претендует на одну из ведущих ролей в мире, у которой есть достаточно интеллектуальные другие ресурсы, и сейчас они говорят, что они что-то не проанализируют. Мы с тобой, даже здесь, в этой студии, наверное, полгода тому назад, говорили, что это абсолютный провал с той стороны, как Европейский Союз ведёт дела с Беларусью. Они толкают Беларусь просто в объятия президента Российской Федерации, уже на условиях Российской Федерации. И то есть, на данный момент так оно и есть. Вопрос уже не стоит, будет ли Беларусь многовекторной, вопрос стоит степень интеграции Беларуси в российскую сферу безопасности, экономики, политики и других вещей. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, просто ребята в Европе, они понадеялись, наверное, на такое, как говорится, wishful thinking, когда они думали, что вот эти айтишники и все остальные, которые в Минске начали все эти демонстрации, что они победят. Они не победили. Вопрос закончился очень просто. Они проиграли улицу, они проиграли практически уже всё. И все эти айергардные бои, что вот Тихановская сейчас получает дипломатический какой-то статус в Литве и всё остальное, это уже такие, ну, скажем, хорошая мина при плохой игре. Вот и всё. Потому что понятно, что Беларусь чётко сейчас уже идёт в фарватере Российской Федерации. А если мы посмотрим географию, то она как раз как клин между Прибалтикой, между Украиной. И мы тоже об этом уже обсуждали. В Беларуси очень много инфраструктуры ещё со советских времён, военной и оборонной инфраструктуры, которой, я думаю, нету большой проблемы обновить эту инфраструктуру, значит, какие-то новые части туда дислоцировать и всё такое. То есть понятно, что Беларусь окончательно для Евросоюза потеряна. Я думаю, Украина тоже не будет ни членом НАТО, ни Евросоюза. Потому что есть вот эти красные линии. И сейчас ситуация, скажем, то, что делает Беларусь, ну, конечно, у Лукашенко выбора сейчас нет. Я думаю, что ещё один момент очень важный, что все видели, чем закончил, как закончил жизнь Каддафи, как закончил жизнь Саддам Хусейн. И видели, что сказал Масад, бился до последнего и практически свою войну выиграл. Они видели, что, скажем, Янукович убежал, хотя мог практически всё-таки, если он действовал как Лукашенко, он мог бы практически остаться у власти, и Майдан не смог бы расшириться. И Лукашенко абсолютно понял по всем этим лекалам, что его ждёт реально. Но самое главное, его база, силовики, тоже знали и понимали, что будет с ними, с их семьями, если победят, скажем, вот эти... То есть им некуда было отступать фактически, да? Ну, это даёт, знаешь, Абик, это всегда даёт абсолютную мотивацию биться до конца. А поскольку, если у тебя с одной стороны ОМОНовец с автоматом, у нас другой айтишник из офиса, то в такой ситуации всегда победит ОМОНовец с автоматом. Потому что одно дело демонстрировать, а второе дело биться на жизнь или на смерть. И там как раз силовики имеют определённое преимущество. Исходя из этого, то, что мы, если мы говорим про Беларусь, то, конечно, он, Лукашенко принял вот эти все решения, что он практически показывает делом, что он больше с Европейским Союзом дел иметь не будет. Даже на Медне он объявил, что он будет препятствовать транзиту в Россию и в Китай с Евросоюза. То есть, а как мы всё видим по географии, то Беларусь – это, ну, абсолютный центр через... То есть, её обойти... И обойти, но обойти себе дороже. Обойти, конечно, можно. Можно, можно, да. Но просто, когда любой посчитает убытки при этом, да, и в конечном итоге цена на услугу или на, скажем, товар поднимется в разы, только потому, что через Беларусь не пойдёт этот транзит. Ну, это вот будут такие моменты. Я думаю, что Евросоюз немножко просчитался в плане, что они думали, что они будут спокойно делать то, что они надумали делать, и что никакой ответной реакции не будет. А сейчас ответная реакция очень-очень такая болезненная. Поэтому посмотрим. Я думаю, единственный вопрос состоит в том, насколько глубоко интеграция Беларуси и Российской Федерации состоит. Тем более, что формально у них есть союзное государство. Есть, как бы, все эти инструментарии союзного государства, которые можно просто активизировать и, в принципе, привести в жизнь. Ну, я тут не совсем согласен, что Раймонд сказал. Я, в принципе, не думаю, чтобы Европейский Союз так просчитался уж. И Европейского Союза и Соединённых Штатов Америки есть всё-таки рычаги, чтобы надавить. И в этом плане, в первую очередь, экономические. Я понимаю, что это идёт как подталкивание союз, что более интеграция Беларуси в Россию. Да, это так. Но вопрос встаёт, Россия – это как? Хорошо ли получится взять как часть, ну, Беларусь как часть России. И содержать. Да, и содержать. Потому что у Беларуси, в принципе, доходов-то таких своих, ну, ладно, они могут там и сельское хозяйство и так далее, то есть покушать что-то там найдётся. А так денег и всё, на что они зарабатывали, это или нефть переправляли, ну, это России как бы брали часть себе денег, или всё-таки транзит шёл, они тоже от этого что-то имели. Поэтому Беларуси весь вопрос, если Россия сможет, и в России всё будет экономикой идти хорошо, и сможет интегрироваться в Россию, то да, окей. Но я не думаю, что это так всё просто. У России своих проблем хватает, чтобы брать. Поэтому Путин тоже не особо спешит какими-то заявлениями, чтобы более такой интеграции вместе. Потому что тут идёт и выбор, и ситуация экономическая не такая хорошая. Поэтому у Запада есть рычаги, но они не используются полностью, так же, как относительно России. Потому что получается так, есть миллиардеры, там же находится и российских денег, больше триллиона долларов. Есть, конечно, рычаги, если их взять, забрать, то это, конечно, будет большой урон. Для богатых людей, но в том числе и для России в целом, но и Белоруссии отчасти тоже. Но весь вопрос, что на Западе это демократически все эти процедуры, что ты не можешь просто взять и конфискацию, произвести этих ресурсов. Надо через суды. И многие миллиардеры российские подают в суды штаты, почему у меня там что-то запретили или уменьшили. И это идет довольно такая длительная процедура. Это не то, что был один человек, сказал, будет так и будет так. Поэтому это, конечно, затяжной. Но в принципе, то, что есть эти экономические рычаги, очень действительно, это, я думаю, есть. У меня самый такой комментарий короткий, что вот есть такой дискурс, как будто один человек все решает. Сейчас, на данный момент, есть, скажем, такая ситуация, что все больше и больше стран отказываются от демократии. То есть, и идут более и более в сторону такого, ну, более и менее жесткого управления. Почему? Потому что демократия много раз показала себя, ну, не самой эффективной, скажем, не самой эффективной методом. И, исходя из этого, надо просто сказать, ну, нет такого, что там один человек все решает, остальные бедствуют. Весь народ бедствует. Есть огромная часть населения, которая приветствует именно такой образ жизни, именно такое устройство государства. Вот это хорошо. Вот здесь как раз уместно обсудить, потом вернемся и к глобальной политике, историю с Венгрией. Я так понимаю, что она будет иметь продолжение. Вчера я прочитал, что Европейская комиссия обдумывает, как бы вообще не лишить Венгрию вот этого транша на помощь пандемии. Там, по-моему, почти 7 миллиардов евро. Да, и за плохое поведение господина Орбана. Вот здесь тоже такой интересный момент. Фактически получается, что Венгрию хотят наказать за ее последний закон о борьбе с пропагандой сексуальных меньшин среди несовершеннолетних. Ну, я не знаю, в чем здесь преступление. Может быть, я не прав. Я думаю, что ты прав. Во-первых, Венгрия – суверенное государство. Во-вторых, Орбан был выбран народом. Его партия победила на выборах. На всякий случай. И в-третьих, они сами могут решать, какие законы принимать. И, исходя из этого, если сейчас начинается давление, то есть, кстати, давление не только на Венгрию, давление на Польшу тоже. Но я много раз говорил и повторюсь. Венгрия и Польша имеют тысячелетнюю историю государственности. Они не через такое проходили. И нажимать на них, и давить на них, я думаю, бесполезно. Если, скажем, вот это опять такая, я думаю, непонимание немцев и вот старой Европы, что если они не дадут транш, то там все сразу падут на колени и разрушатся. Все нет. Они как раз больше сконцентрируются. Ну, посмотри, пример. Куба, Иран, Россия, сейчас Венгрия. Ну, сколько их санкционировали? Очень долго, очень много. Там рухнул режим? Нет. Даже в Кубе, которая вообще была один на один с США, они до сих пор там. Поэтому это, в принципе, бесполезно. Это проблема либерального, скажем, уклада жизни, что он за кружку пива и, скажем, за поездку, если его пустят куда-то поехать отдохнуть в Анталью, то есть он все продаст, и сдаст, и скажет, да, конечно, мы это самое будем слушаться во всем. Но поляки-венгры – это совершенно другое. Поэтому они будут стоять до конца. Это, во-первых. А во-вторых, что делает Европа? Но она, опять же, может, в меньшей мере, Польшу, но Венгрию, она точно, скажем, толкает в орбиту Российской Федерации. Чисто вот такими своими действиями. Я не думаю, что Орбана ступит, и не думаю, что венгры как-то пойдут на попятку. Вот я знаю, что у Карлеса есть что сказать. Буквально минутка прервемся на короткую паузу, да, и потом у него все в студию. Раймонд Рубловский и Карлес Крестнич на студии. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Радио Болтком Да, еще раз добрый день. Тоже интересно, если мы говорим о Европейском Союзе, все время в Брюсселе мы слышим о европейских ценностях. Но почему-то раньше считалось, что одна из европейских ценностей это все, что связано с христианской цивилизацией. Теперь говорит, не-не-не, у нас как бы это, конечно, тоже, но это как бы так, это какая-то устаревшая история. Сейчас вот все, что хотим, да, вот какой-то там, не знаю, средний пол, еще чего-то, ну хорошо, ладно, это дело, если мы говорим о взрослых, совершеннолетние, это их дело. Кого любить, там, с кем встречаться, это их дело. Но что касается несовершеннолетних, ну, Венгрия посчитала, что для них важнее защитить вот такое нравственное воспитание, подчеркиваю, несовершеннолетних. Видимо, родители тоже за это. Так в чем же проблема? Я тут полностью согласен с вами, что касается Венгрии. Я тоже считаю, что это, конечно, полное безобразие, когда демократия заехала в каналу вседозволенности. И тут можно по-разному судить, мне всегда есть на память этот, такой анекдот почти, можно сказать, что учитель попал, умер и попал в ад. И Бог говорит, подождите, он же должен быть в раю, такой отличный учитель. И тогда его нашли, говорит, это в рай надо быть. А он говорил, и разве это не рай? Ну, после работы там в школе, я думал, что это рай. Я хочу сказать, что вот это вседозволенности, что вот сейчас против чего Венгрия, что может оказаться, что военные конфликты окажутся раем, по сравнению вот с таким мирным вседозволенностей, мы просто вымираем. Я вчера шёл на детскую площадку и видел, конечно, много детишек маленьких, у меня там внук, и тёмненькие, всё прекрасно, но только если у нас рождаемость такая низкая, то это вся дозволенность, и начинать ещё в школах всё это, я, конечно, очень противник против этого. Что касается, мы говорили, авторитарные режимы всё, и что один человек решает, тут я немного хотел бы уточнить, в принципе, я был начальник объединённого штаба, я всегда давал на совещаниях, департаменты, начальники высказывали своё мнение, я всех выслушал. Но решение я принимал после этого, тут нет уже дальше обсуждения, начальник принимает решение. И несёт за него ответственность. И несёт и ответственность. Конечно, потом тебя спросят, ну, мы как военные, нам это будет понятно, может быть, но что-то похожее есть и в государствах, конечно, есть советники, которые дают всякие указания, но принимает решение, вот человек принял решение, ну и в конце концов он и несёт ответственность, как всё получается. В демократии, конечно, часто бывает действительно, что идёт много-много рассуждений и никак не могут принять правильного решения. Это у меня добавка. Да, если мы говорим вообще о геополитике, ну, мы знаем, что состоялась эта знаменитая встреча в Женеве Байдена-Путина, и вот по высказываниям и Путина, и Байдена, в принципе, как бы разговор даже получился лучше, чем ожидали. Ну, каждая из сторон вернулась себе домой, вот прошло какое-то время, вот, Раймонд, как вы считаете, вообще вот эти итоги Женевские, они в итоге будут положительные, или с учётом позиций Конгресса, Сената, будет, в принципе, как было при Трампе, то есть Байден шаг влево, шаг право он не может, в результате опять всё вернётся вот к тем отношениям холодной войны, которые были вот до Женевы. Ну, я уже, думаю, уже вернулось. То есть, я был, скажем так, умеренным пессимистом, потому что, я уже говорил об этом, конечно, это очень хорошо состоялась эта встреча, сам факт, безусловно, положительный, но было ясно и понятно, что это не долговременная ситуация. Просто я не мог никак предполагать, что она продержится ровно неделю, до 23 июня, когда британский корабль как бы совершил действия в Чёрном море, которые вызвали, скажем, реакцию Российской Федерации, такую довольно жёсткую. И потом, как бы, это всё плавно перешло к учениям в районе Чёрного моря. И то, что мы знаем, несколько других разных военных учений в Тихом океане, в Средиземном море, которые, в принципе, не дают нам никакого основания полагать, что будут какие-то долгосрочные позитивные моменты. То, что, наверное, удалось избежать, дальнейшей неконтролируемой эскалации напряжения, которая могла уже перерести в реальный какой-то конфликт. Вот это очень хорошо. Это, наверное, встреча 16 июня, она предотвратила дальнейшее сползание в неконтролируемую эскалацию. Но надолго ли? Нет. Как оказалось, нет. То есть уже 23 июня новый этап эскалации. И, в принципе, то, что мы сейчас видим, ничего нового. То есть обратно, скажем, к бизнесу, как обычно. Поэтому я думаю, что это был, безусловно, позитивный шаг, но никаких других ждать особых прорывов нам не приходится. Что позитивно, ещё раз перечислим, возвращаются послы. Есть понимание, что ядерное оружие – это катастрофа глобальная. Применение ядерное оружие. Есть понимание, то есть какие-то, скажем, действия в сфере кибербезопасности. Есть какие-то действия в сфере, скажем, ограничения вооружений. То есть есть какие-то, скажем, моменты, которые приостанавливали вот это сползание уже. Но, с другой стороны, это понятно, что ничего такого сверхъестественного не будет. Тем более, что надо понимать, что Байден, он же приехал 16 июня не со страны, где всё нормально. У него там полный хаос на границе с Мексикой, у него полный там подъём преступности во всех городах, у него выборы в следующем году, в Конгресс, где он может потерять уже большинство и получит республиканцев, которые уже его будут, это самое, прессовать по всем параметрам. Поэтому хорошо, что это было. Но, как мы уже заметили, как только Евросоюз попытался провернуть такую же встречу с президентом России Путиным, как, скажем, встречу Путина и Евросоюза, эта встреча была заблокирована. И, как бы, опять понятно, что Евросоюз, ну, по ряду причин, не субъективен в плане, что он может решить вопрос, как американский президент. Американский президент решил, российский президент решил, и они встретились. А Евросоюз, вот то, что Карлис говорил, кто-то за, кто-то против, и в итоге никакой встречи, скажем, Евросоюза и президента Российской Федерации не состоится. Что, конечно, по-моему, большой минус. Ну, в принципе, я согласен, то, что говорил, я, может, немножко только дополню. Эта встреча интересна тем, что мне напоминает, как у нас выборы были в местное самоуправление, что все партии говорили, у нас хорошие результаты. Хотя, конечно, не совсем хорошие. Мы все говорили, да, да. Мы все говорили, никто не... Да, которые, значит, не говорил никто, что да, мы вообще тут, знаешь, что-то запустили. Так и здесь довольно интересно. То, что Путин получил бонусы, это понятно. Получил он бонусы, что он показал своим избирателям и жителям России, что, в принципе, с ним считается. Вот видите, приехали, хотя назвали там убийцей и так далее, но приехали, встречаются, и он так же, как имеет на том же уровне. Для Байдена это было, я согласен с Раймондом, что говорил, у него проблемы там внутри. И поэтому ему надо было показать своим избирателям, что он не как Трамп, что вот он сейчас приедет, но он, конечно, по пути еще 7 встречался, потом в Евросоюзе, в НАТО и так далее, потом там с Путиным. И он хотел показать, что он иначе, вот он устанавливает связи, что он не будет как Байден. Это ему надо было внутри своей страны. То, что от результаты, что формально там объявили, ну, это действительно тоже согласен с Раймондом, что посмотрим, какие это результаты. И что-то притормозило. Но с другой стороны, скажем, кибер, эти нападения и так далее, они как бы сказали 14 разные сферы, где критические инфраструктуры, нельзя туда быть нападение, ну, государство, которое поддерживает. Но с другой стороны, сразу появляется, ну, не совсем пока еще ясно, кто эти нападающие были, которые там 70 миллионов требуют выкуп и так далее. То есть, это нападение не отдельный какой-то хакер или небольшая команда, это серьезные организации, которые могут. То есть, эти результаты не совсем такие, которые можно было бы ожидать. И последнее, что я хотел сказать, это насчет того, что происходит учение. Вот англичане первые свой корабль послали. И для меня вот непонятно, есть международные какие-то законы, нормативные, но допуски. Вот это Крым. Как она может, ну, например, Крым, самостоятельность приобрести? Как надо было делать? Или перейти в другое государство? Ну, как Косово. Вот сейчас все признают Косово и так далее. А вот как Крым может быть? Что нарушено в международных отношениях? То, что меньше стран, что если больше стран признают, то это будет хорошо. Вот я не видел нигде вот такое, что где-то был анализ и проведен. Так это как? Какие пути? И вот не признают. Ну и что дальше? Как это действует в этих водах и так далее? Да, вот это хороший вопрос. Вот этот вопрос. Я не такой специалист, конечно, можно изучать эти законы, нормативные акты и так далее. Потому что мне запомнилось свое время в Грузии в 2008 году, когда Медведев был президент, и он где-то 20 законов назвал, что Россия действовала в соответствии этим законам. Потом с другой стороны выступает человек, показывает, сколько десятков законов нарушила Россия. И тогда вот смотришь, как был простой человек, ну подождите, ну что-то надо между народными этими актами что-то подходить к единому, может быть, решению. Может быть, да. Но что касается этого Дефендера, этого британского эсминца, ну вряд ли, конечно, там может быть, там можно юридически, наверное, там по-разному это оценивать, но вряд ли Дефендер не знал, куда он идет и какие могут быть последствия. Или, может быть, до конца не знал. Раймонд. Не, ну скажем, мы можем гипотетически представить ситуацию, когда военный корабль какой-то из стран, скажем, идет по курсу мимо Фольклендских, Мальвинских островов и заявляет, что он все решил в Буэнос-Айресе, с аргентинцами, что это территория Аргентины, которая была захвачена британцами. Да, поэтому никакой юрисдикт в Британии не призванет. Абсолютно. Абсолютно. Вот в чем и проблема. Так так можно и, так сказать, потопить случайно. Проблема состоит в том, что если есть вот эти двойные, тройные стандарты, если открывается вот этот так называемый ящик Пандоры, и каждый говорит, стоп, у тебя же тоже такая ситуация, и у тебя. Ну давай попробуем. А что же это самое... Начинается с Косово, да? Почему Косово можно, а этим нельзя? А почему, скажем, Китай, скажем, говорит, что Гонконг это наш, который есть китайский, и всегда был, пока британцы его не оккупировали. И Тайвань наш. И Тайвань наш. И вы не имеете никакого там права вообще вмешиваться. Это наш. И, кстати, вот то, что говорил Карлис, маленькая такая, как бы, ремарочка в ситуации, скажем, Гасим. Китай сразу сказал. Гасим, кстати, приняло такую антикитайскую небольшую резолюцию, когда вот был Байден. И Китай на это ответил очень жестко, что это какая-то маленькая группа стран, которые не имеют никакого права указывать, скажем, Китай, как ему и что надо делать. И есть, конечно, проблема у британцев. Вот этот фантом империи, когда еще сто лет назад можно было спокойно послать эскадру британскую куда-то, скажем, обстрелять какой-то портовый город, император подписал все, что надо. Скажем, хотите килограмм золота за пять евро, пожалуйста, любой договор. А сейчас вы уже не можете приехать к Китаю больше так, потому что Китай является почти номер один во всех этих самых. И Китай показывает, что, ребят, сейчас мы и будем рулить. И то, что говорил Си в своей речи на столетии Компартии, он же очень не по-китайски жестко предупредил, что все те, которые попытаются повторить вот это столетие унижения, которое я называю столетие унижения, конец 19-го и, скажем, начало 20-го века, что они все разобьются. А вы заплатите и заплатите жестоко. И вот, я думаю, часть вот этого, скажем, таких действий со стороны Запада, особенно британцев, вот это есть это понимание, что они уходят с этой сцены номер один. Потому что, смотри, ГА-7, когда создавался ГА-7 вместе с США, у них было больше 50% ВВП, мирового ВВП на их долю. Сейчас у них где-то 30%. Если мы берем США, это было 60% ВВП после Второй мировой войны. Сейчас, наверное, там 15-20. То есть, понятно, что они, совокупная часть вот всех этих, скажем, ГА-7, они уходят в меньшинстве. И сейчас уже говорить с Россией и с Китаем таким тоном, как говорили, скажем, с Россией в 90-х или с Китаем на протяжении 19-го, 20-го века нельзя. По той простой причине, что у этих ребят имеется очень мощное вооружение и самое главное у них есть политическая, скажем, воля применить это оружие, если будет какое-то посягательство на суверенитет этих стран. И поэтому, исходя из этого, начинаются вот такие маневры. С одной стороны, понятно, что США тоже уже не в такой блестящей форме. Я уже не говорю про Великобританию. И с другой стороны, наращивает свой потенциал, скажем, огромный Китай. Что будет, если, вот скажем, если действия Запада подтолкнут Российскую Федерацию и Китай на еще больше тесное сотрудничество, особенно в военной сфере, то тогда они будут иметь две огромные страны с огромным ядерным потенциалом, с двумя большими мощными армиями. И тогда будет сложно предположить, как будут развиваться дальше все эти события. Ну, да. Ну, это действительно, я согласен, то, что Раймонд говорил, могу только добавить, конечно, очень много и в НАТО, когда был саммит, рассматривали этот треугольник Россия, Китай, Соединенные Штаты, потому что это действительно такой важный довольно треугольник, и все зависит, как там будет расстановка, найдет какая-то страна одна с другой с какой-то более тесной связи или нет. Или вот эта опасность есть, что, скажем, Китай с Россией может более тесно. И тут можно посмотреть, у России есть сбережения, которые для благосостояния, они перевели доллары в китайскую валюту. Это так довольно интересно. Но, с другой стороны, это для россиян не совсем хороший знак. Вопрос заключается в том, что в Китае есть закон, что китайской валютой, ну, я имею в виду небольшими денежными объемами, можешь только с разрешения китайского правительства. То есть, если ты имеешь такую китайскую валюту, которая в миллиардах, то тебе надо будет, чтобы ей оперировать, обращаться в китайское правительство. Это такой момент довольно серьезный. И второй такой момент, что стоит задуматься, когда в Санкт-Петербурге экономический форум проходил, приглашали китайцев, они не приехали, и Путин, ну, опять это не точно, но, во всяком случае, с российских информаций, что Путин пытался позвонить первому лицу в Китае, а его не соединили, а соединили с каким-то, так сказать, рангом пониже. Это тоже для президента не совсем хороший знак. Китай уже начинает как бы чувствовать, но экономически, конечно, он более мощный, если брать, сравнить, что как бы он первое место, а уже там остальные подвинуть немножко дальше. Ну, с Америкой, конечно, у них при Трампе уже был такой полуконфликт и сейчас он обостряется и там будет... Можем ли мы в итоге, вот завершая нашу беседу, в принципе, констатировать, что, к сожалению, мир не стал небезопаснее, не более мирным, то есть, пока вся эта напряженность сохраняется, я почему говорю, поскольку в начале вот этой страшной пандемии, многие говорили о том, ну, вот на фоне этих проблем с пандемией коронавируса, все остальное уходит там на второй план и, может быть, конфликты как-то вот приглушаются, но сейчас мы видим, что ничего ведь не поменялось по большому счету, да? Ну, я думаю, что ситуация еще гораздо хуже, почему? Потому что мы видим, что все старые конфликты, которые были заморожены, они практически... Обострились опять, да? Обострились и очень сильно обострились во время пандемии и если вот эта ситуация со всеми этими вопросами пандемии будет продолжаться, то я более чем уверен, что все эти конфликты замороженные, незамороженные, они примут еще более острый характер. Проблема состоит в том, что в глобальном мире каждый такой конфликт вовлекает сразу же вот те страны, о которых мы говорили, сразу же там вовлечены из Соединенных Штатов и США, и Россия, и где-то Китай. То есть, только один пример. США ушли из Афганистана, Талибан уже на границе с Таджикистаном, Таджикистан уже мобилизовал 20 тысяч солдат. И Таджикистан сейчас просит помощи у ДКБ. Это практически считаю России. Мы понимаем, что не Теркизия будет. Китай рядом. У них тоже граница с Афганистаном, если кто-то не заметил. И там у них свои проблемы с уйгурами. То есть, это все может перенестись уже более глобально. Казалось бы, да? Да, только один вот пример, как это все может получиться. Средняя Азия, Китай, Россия вовлечена. Вот и еще другие примеры, которые продолжаются. Сирия продолжается, Кавказ продолжается, в Европе тоже не все спокойно. Сейчас будем ждать учения Запад-2021 в сентябре с российско-белорусской стороны. Так что, добро пожаловать. Да. Ну, я согласен, что ситуация действительно не улучшилась. Я имею в виду и в военной области все эти конфликты, конфликты или к тому, что может привести к конфликтам. Потому что вирус, вирус создал как бы еще одно направление, где тоже конфликт. Начиная, что это большой бизнес, большие деньги, это миллиарды. Начинается как бы конкуренция между странами, между фирмами. С вакцинами, да? Да, и тут всякое идет. И поэтому это придает, есть некоторые, которые превращают это в политику в чистом виде. Есть некоторые, ну ладно, больше это экономическое. Но само по себе вместе с тем, что как этот вирус, откуда родился и многое другие вещи, обязательно, необязательная вакцинация, это во многих странах превращается в довольно большую проблему, которую надо решать, в том числе и в Европейском Союзе, ну в том числе и в Латвии, конечно, где это мы тут ежедневно слушаем и эти вопросы видим как. Калис Кресли, Нечерай Монт-Рубловский, большое спасибо. Спасибо вам. На одной волне с городом Радио Болтком